Продолжение следует... Ростовская область занимает седьмое место в России по объемам промышленного экспорта. Его объем за 11 месяцев 2021 превысил 3 миллиарда долларов. Кроме того, выросла средняя заработная оплата работников промышленности более 11%, а в угледобывающей отрасли более 15% по этому 11 месяцу. То, о чем вы сказали, это результат работы по поддержке бизнеса. И наши те, принятые на уровне региона и федеральное законодательство, позволяют сегодня бизнесу заниматься одной очень важной для нас деятельностью, это инвестиционная деятельность. Губернатор напомнил, что в Ростовской области реализованы все возможные меры поддержки инвесторов – налоговые льготы, инвестиционный налоговый вычет, субсидии на подключение к инфраструктуре и на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам банков. И на 2022 год все виды преференций сохранены. Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел рабочую встречу с главой администрации Ростова-на-Дону Алексеем Лагвиненко. Разговор шел об организации работы коммунальных служб, общественного транспорта и медицинских учреждений во время новогодних праздников. Зима преподносит разные сюрпризы. Нужно быть готовы к любому развитию событий. Я говорю в данном случае и о работе служб жилищно-коммунального хозяйства, о работе дорожных служб, транспорта, конечно. Люди в этот период больше передвигаются, поэтому я прошу, чтобы держать на личном сопровождении все, что связано с жизнедеятельностью города и всех его служб. По информации градоначальника, в каждом районе у каждой ресурсоснабжающей организации созданы аварийные бригады, все аварии ликвидируются в нормативные сроки, транспорт работает в режиме выходного дня, ковидные и провизорные госпитали загружены на 50%. Все медикаменты есть, работают пункты вакцинации, люди активно проходят ревакцинацию. Все работает в штатном режиме, доложил Алексей Лагвиненко. Пожарную безопасность прихожан в Рождественскую ночь будут обеспечивать сотрудники Донского МЧС. В культовых учреждениях, расположенных на территории Ростовской области, с настоятелями и служителями заблаговременно провели противопожарные инструктажи и проверки работоспособности технических средств. В ходе проверки мы смотрим системы сигнализации, смотрим пути эвакуации, смотрим исправность первичных средств пожаротушения. На контроле МЧС находится 281 сооружение. Для безопасности жителей и гостей Ростовской области, решивших посетить Рождественскую службу, в храмах и соборах организовано дежурство спасателей. Надеюсь на то, что не только в нашем храме, в других храмах и во всех домах наших ростовчан все будет благополучно и ничто не омрачит радость от предстоящих празднований. Напомним, в целях обеспечения безопасности в праздничные дни работают более 2500 человек личного состава и порядка 500 единиц техники МЧС. Гандбольный клуб Ростов-Дон одержал победу над Звениградской звездой в сезоне 21-22. Итоговый результат 32-26 в пользу дончанок. А после гандбольного матча начался мишкопад. Зрители обрушили на спортсменок дождь из мягких игрушек. Эта благотворительная акция направлена на сбор средств для страдающих от неизлечимой болезни 13-летней Елены Коневец и 12-летнего Михаила Лашманова. Ребята больны неизлечимым заболеванием, муковисцидозом. Но если постоянно принимать лекарства, то можно жить обычно активной жизнью. Вот что делают ребята. Они также участвуют и в спортивных соревнованиях, и в творческих каких-то мероприятиях. Но главное постоянно пить препараты. Вот эти препараты и будут закуплены на эти деньги. Я очень счастлива. Я хочу сказать огромное спасибо всем. Всем, кто помогал, всем, кто поучаствовал в акции. Очень счастлива. Все желающие принять участие в сборе средств могли приобрести плюшевого медведя перед игрой. А компания-спонсор увеличила собранные в ходе акции 237,5 тысяч рублей в два раза. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok